Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис Кто есть кто в античном мире? Дополняя данными из википедии и интернета. Семь чудес света. Семь чудес света это египетские пирамиды под Мемфисом, Галикарнатский мавзолей, Вавилонские висячие сады, Эфесский храм Артемиды, Статуя Зевса в Олимпии, Работы Фидия, Колос Родосский, Александрийский маяк. Из википедии Александрийский маяк, огромная фаровская крепость с маяком, где по мнению Гомера находилась жрища Протея, его построил в 279 году до н.э. архитектор Састрат, служивший у Птоломеев. Маяк был посвящен богам-спасителям, число которых входил Кастер, Палукс и царствующие Чета. Это грандиозное сооружение имело высоту более 120 метров и заканчивалось отражающим свет фонаря зеркалом, полу-рефлектором-полутелескопом и статуей Посейдона. Фонарь упал с башни маяка в 700 году н.э., а сама башня разрушилась во время землетрясения в 132 году. Висячие сады Семирамиды представляло собой инженерное сооружение в Вавилоне с каскадом многоуровневых садов, где росли многочисленные виды деревьев, кустарников и виноградных лоз, производившие впечатление Большой Зеленой Горы, Храм Артемиды и Феской. Строительство этого храма длилось около двух веков и было завершено около 380 года до н.э. архитекторами Диметрием и Пионией. В 356 году храм был сожжен Геростратом, но через некоторое время восстановлен. Статуя Зевса в Олимпии – это единственная семечка чудес света, которая располагалась в материковой части Европы, в городе Олимпия. Статуя была воздвигнута в V веке до н.э. и была изготовлена из золота, дерева и слоновой кости в так называемой хрисоэлефантинной технике. Мраморный храм Зевса превосходил по размерам все существовавшие на тот момент храмы. Колос Родоски – гигантская статуя древнегреческого бога Солнца, Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноименном острове Гейском море в Греции. Растоял Колос Родоски более полувека, пока не был разрушен землетрясением. Хорес трудился над заказом Родоса в 12 лет. Созданная им статуя представляла собой стройного юношу богу с лучистым венцом на голове. Он стоял на белом мраморном постаменте, слегка отклонившись назад и напряженно сматривался вдаль. Статуя была изготовлена из глины, в основе ее был каркас из камня и железа, а сверху она была покрыта бронзовыми листами. На изготовление монумента потребовалось 500 талантов бронзы и 300 талантов железа, которые соответствуют 13 и около 8 тонн. Напомню, что высота статуи была около 36 метров. Составляющие семерки варьировали. Так, на чудеса света претендовали алтарь на Делосе, дворец Кира, Пергам или Персиполь, египетские филы, вавилонские стены, храм Зевса в Кизике, Капитоле и Колизее, храм Святой Софии в Ной в Ковчег и храм Соломона в Иерусалиме и другие шедевры зодчества или пластического искусства. Итак, семь чудес света, египетские пирамиды под Мемфисом, галикарнатские мавзолеи, вавилонские висячие сады, эфесский храм Артемиды, статуи Зевса в Олимпии работы Фиде, колос Радосский и Александрийский маяк. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok